Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Петрова Александра Игоревна. Я являюсь студенткой второго курса социологического факультета. Я представляю вам свой доклад, подготовленный в рамках нашего факультетского курса «Ведение в информационную инженерию» по книге Маршала Маклюэна «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». Герберт Маршал Маклюэн – канадский культуролог, филолог и специалист-теоретик по медиакоммуникации. Известен трудами по проблемам взаимодействия электрических и электронных средств коммуникации на человека и общество. Маршал Маклюэн родился 21 июля 1911 года в канадском городе Эдмонтон в семье протестантов. Всю жизнь он испытывает протестантизм и глубокое неприятие, говоря, что его бессмысленный мертвый свет поглощает любой объект. Отец был продавцом недвижимости, а мать – актрисой. Сам же Маклюэн в 1928 году поступил в университет Манитоба, где взялся за изучение многих дисциплин – теологии, экономики, психологии, истории, астрономии, а также литературы и языков, уделяя особое внимание латинскому и английскому. Уже в 1933 году ему была присуждена степень бакалавра по инженерной специальности и вручена золотая медаль по науке и искусствам, а в 1934 году – диплом магистра по английской литературе. Интерес к английской литературе оказался столь большим, что Маклюэн не остановился на достигнутом и в том же 1934 году поступил в колледж в Тринити-Холл Кэмбриджского университета, где в 1936 году он получил диплом бакалавра. Окончив колледж, маршал Маклюэн вернулся в Северную Америку, где начал свою преподавательскую деятельность в Висконсинском университете на должности ассистента. Далее Маклюэн начал преподавать английскую литературу в Католическом университете Сент-Люиса. Последний год своего пребывания в Сент-Люисе Маклюэн начал писать свои работы, а в 1943 году познакомился с английским художником, писателем и критикником Уиндомом Льюисом. Позже Маклюэн не раз говорил, что это знакомство сильно повлияло на его мышление. В 1946 году Маклюэн начал преподавать в Университете Торонто, где в дальнейшем в 1952 году получил должность профессора. В период с 1953 по 1955 годам был руководителем семинаров по культуре и коммуникации, проводившихся в фон Генри Форда. В это время он заинтересовался влиянием технологий на медиа и общество. Значительное влияние на это направление исследований Маклюэна оказало его знакомство с коллегой по университету, известным канадским экономистом Гарольдом Иннисом, учеником которого он впоследствии себя неоднократно называл. Само же понятие медиа происходит от латинского medium – посредник. Как явствует из перевода, по данным терминам подразумевается, собственно, сам носитель коммуникации, который используется для передачи и производства символических форм. В качестве посредника может вступать любой элемент человеческого мира, от артефакта до социального института. Характер и интенсивность использования медиа в последней жизни оказывает серьезное воздействие на структуру человеческого общества. Медиа обладают способностью влиять на ритм, формат и содержание изменений в жизни людей. Следовательно, медиа неразрывно связана с социальной историей человечества. Однако характеристики способов определения медиа чрезвычайно много. Сам маршал Маклюэн под медиа подразумевал любые внешние расширения человека. К основным трудам Маклюэна относятся произведения «Механическая невеста» фолькера-индустриального человека, опубликованное в 1951 году, «Галактика Гутенберга в соответствии с сотворением человека печатной культуры», опубликованное в 1962 году. Медиа – это сообщение, перечень последствий 1967 года, и «Война и мир в глобальной деревне», также 1967 года. Также одним из основных трудов является книга «Понимание медиа. Внешнее расширение человека», опубликованная в 1964 году, в период создания компьютеров третьего поколения. В ней подробно описаны роли средств массовой коммуникации в современной жизни людей. Книга состоит из 33 глав, распределенных на две части. Также книга содержит множество исторических и литературных отступлений, цитат, стихах и прозе. Основная идея книги – это поиск ответа на вопрос, как достичь гармонии между человеком и средствами коммуникации, и за счет этого стабильность в общей гармонии в человеке. В рамках данного доклада я бы хотела подробно рассмотреть именно первую часть книги, так как в ней содержатся основные теоретические положения. Во введении Маклюин говорит о том, что уплотненные силы электричества земной шар теперь не более чем деревня, и о том, что скорость электричества, собрав поединок во внезапной имплозии все социальные и политические функции, беспрецедентно повысила осознание человеком своей ответственности. Что же это означает? Это означает, что средства коммуникации настолько развиты и украинены в нашей жизни, что теперь не существует информационной изоляции и ограниченности. Сегодня этот термин используется как метафора применительно к интернету. Ведь физическое расстояние между собеседниками здесь не играет существенной роли для общения, стираются не только пространство и время, но происходит изближение культур, мировоззрений, традиций и ценностей. Из-за усовершенствованной скорости обмена информацией у людей появляется возможность читать информацию, распространять ее, реагировать на ситуацию в мире с гораздо большей скоростью. Движение расширения пространства коммуникативной реальности сменилось на процесс имплозии. Имплозия – это взрыв, направленный внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне. Основной особенностью этого состояния оказывается повышение ответственности каждого человека перед лицом всего человечества. В таком обществе частная точка зрения не имеет значения. Мы думаем так, потому что другие думают так же, и у нас даже не возникает желания думать как-то иначе или по-своему. По мнению Макклёйна, электричество связывает человечество в органическое целое, уничтожая перегородки между частными жизнями. В первой главе маршал Макклёйн рассматривает некоторые общие аспекты средств коммуникации или расширений человека. Ключевую роль скрытого воздействия средств коммуникации Макклёйн выразил своим знаменитым афоризмом – «Средство коммуникации есть сообщение». Это означает, что содержание любого сообщения не может рассматриваться вне формы его выражения и вне каналов его распространения. Используемый код и форма информации определяют, у кого есть доступ к данным и кто контролирует их распространение, сколько информации будет доставлено как быстро и насколько далеко ее передадут, сколько долго она будет доступна и в какой форме. В зависимости от того, как изменяются эти перемены, меняется и передаваемое сообщение. Следовательно, не сообщение, а именно медиа оказывает наибольшее влияние на его пользователя и аудиторию. Более детальное понимание средств коммуникации может привести нас к спасению того, куда движется человеческое общество. В подтверждение данной мысли автор приводит слова Липпинга из книги «Пресса». Человек не свободен, если не может видеть, куда он идет, пусть даже у него есть ружье, которое поможет ему туда добраться. Ключевым положением теории коммуникации Макклёйна является мысль в том, что каждое вновь рожденное средство коммуникации предоставляет человеку дополнительные возможности, расширяя его вне, его органы и чувства являются продолжением человека и его нервной системы. Также автор говорит о том, что каждое средство коммуникации обладает способностью навязывать излишне доверчивым свои допущения, тем самым признавая наличие у СМИ манипулятивного потенциала. Вторая глава книги посвящена теории холодных и горячих медиа. По мнению Макклёйна, горячее средство – это такое средство, которое расширяет одно единственное чувство до степени высокой определенности. Высокая определенность – это состояние наполненности данными. Горячее медиа – это средство передачи сообщений, способное расширить единственное чувство в насыщенной информации и значении. Множество данных, получаемых адресатом через сообщение, делает безальтернативным вариант их принятия и интерпретации. Холодные медиа, в свою очередь, содержат недостаточно данных. Их потенциал коммуникативного воздействия заметно ниже. Скудное количество информации не позволяет адресату ощутить реальность тождественной исходной ситуации. Также горячее средство характеризуется, стало быть, низкой степенью участия аудитории, а холодные – высокой степенью ее участия или достраивания ей недостающего. К горячим средствам коммуникации относятся радио, кино, фонетический алфавит, лекции и книги. К холодным средствам коммуникации, в свою очередь, автор относит телефон, хлебительное и иерографическое письмо. В третьей главе автор рассматривает диалектичность парадигмальных процессов. Сущность диалектичности заключается в соответствии первому закону диалектики. Переходит температура средства коммуникации в свою противоположность. Объясняется это тем, что при возникновении нового медиа старое уже не может функционировать былым образом. Если оно вовсе не пропадает, то вынуждено менять свое значение и характер расширения. В любом средстве коммуникации или структуре есть то, что Кеннин Болтинг называет границей прорыва, когда система внезапно меняется и превращается в другую систему, или приходит в своих динамических процессах через какую-нибудь точку необратимого изменения. В качестве примера Маклюин приводит радио, которое изначально было горячим средством коммуникации, эффективно справлявшимся с пропагандистской функцией. Иначе говоря, слушатель не имел возможности защититься от звукового потока, напрямую поступавший к нему. С течением времени это медиа отошло на второй план, уступив место более горячим. Радио охлотело за чем-то вроде генератора фоновых шумов. Четвертая глава книги Маршала Маклюина «Понимание медиа» начинается с его понимания мифа о нарциссе. Греческий миф о нарциссе имеет прямое отношение к некоему факту человеческого опыта, на что указывает само слово «нарцисс». Оно происходит от греческого слова «наркозис» или «оцепенение». Юный нарцисс принес свое отражение в воде с другого человека. Это расширение его вовне, совершившееся с помощью зеркала, вызвало окаменение его восприятий. Так что он сделал, в конце концов, сверхмеханизмом своего расширенного или повторенного образа. Нимфа Эха попыталась завоевать его любовь воспроизведением фрагментов его речи, но безуспешно. Он был глух и нем. Он приспособился к собственному расширению самого себя и тем самым превратился в закрытую систему. Итак, основная идея этого мифа в том, что люди мгновенно оказываются зачарованы любым расширением самих себя в любом материале, кроме них самих. Маклюэн справедливо замечает, что в мифе о нарциссе ничего не говорится о том, что он влюбился в то, что он считал самим собой. Что понимание истории нарцисса так, будто он влюбился в самого себя, является ошибочным. По мнению Маклюэна, если бы нарцисс действительно понимал, что отражение это он сам, если бы он знал, что его отражение является расширением или повторением его самого, то он бы никогда в него не влюбился. Так и современный человек впадает в нарциссическое отцепление о созерцании расширения самого себя, забыв, что все они это продолжение его отражения. И затем Маклюэн вводит ключевое для этой главы понятие самоампутации, от которой Маклюэн понимает процесс перепоручения технологиям привычных действий с целью уменьшения нагрузки на тот или иной человеческий орган. Любое изобретение, любая технология представляет собой внешнюю проекцию или самоампутацию наших физических тел. И такое расширение вовне требует, помимо прочего, новых пропорций или новых равновесий между другими органами и расширениями тела. В историческом развитии можно выявить следующую последовательность примеров протезов, обретенных последствием самоампутации. Дубина, нож, автомобиль или же печатающая машинка, мобильный телефон, искусственный интеллект. Таким образом, результат самоампутации – это создание нового технологически расширенного тела в новых физических и психических границах. Безусловно, приобретенные органы соблазняют нас вновь открывшуюся возможность, но при этом мы уже не можем жить без них полноценной жизнью. При многократном расширении одного из чувств возможно наступление состояния цепенелости, отключение чувства. Чем больше задействовано сознание человека при его общении со средствами коммуникации, тем меньше для него вероятность впасть в отцепенение. Вместе с электрической, а ровной и любой другой технологией вступает в действие процесс отцепенения. Когда наша центральная нервная система расширяется и ставится под удар, мы вынуждены наводить ее в отцепенение, иначе мы умрем. Со стратегическим погружением нашей центральной нервной системы в состоянии цепенения задача сознания и сознательного упорядочения переносится в физическую жизнь человека, в связи с чего он впервые сознает технологию как расширение своего физического тела. Мы должны понимать, что наиболее слабым звеном в истории становления средств коммуникации всегда оставался именно человек, который эти средства запустил и, получив новые технические возможности, от них же первый пострадал на уровне нервной системы, психики и интеллекта. Пятая глава посвящена вопросу гибридной энергии. Согласно точке зрения аналитика радиовещания Дональда Макуини, самые глубины нашей психической жизни подвержены влиянию гражданской войны. Он говорит, что почти все время, сколько мы живем, в мире искусств и развлечений срельевцевала гражданская война. Кинокартины, грамзаписи, радио, говорящие картинки. Опираясь на эту цитату, можно заявить, что взаимодействие между средствами коммуникации и есть эта гражданская война. В нашем обществе. Расследства коммуникации, они же решения человека внезапны, а не продуманы. Стоит попытаться найти структуру их компонентов и свойства для того, чтобы воспринимать их более качественно. Взаимодействие многообразного человеческого организма с многообразием технологий не всегда приводит к гармоничной гибридизации. Момент встречи средств коммуникации – это момент свободы и узволения из обыденного транса и отцепнения, которые были навязаны этими средствами нашим органам чувств. Гибридное смешение – встреча двух средств коммуникации, дающих рождение новой формы. Изучение языка как средства коммуникации дало мощный толчок к пониманию процесса гибридизации средств коммуникации на ярком примере встречи письменной и устной культур. Подобное событие оказывает сильнейшее влияние на казалось бы устоявшую социальную структуру. Далее в пятой главе функционирования средств коммуникации раскрывается в понимании того, что все средства коммуникации существуют парами, в которых одно средство выступает с содержанием другого. В это правило не вписывается лишь электрический свет, являющийся чистой информацией без всякого содержания. Средства коммуникации, взаимодействуя друг с другом, устанавливают новые пропорции в нашем восприятии и между собой, попеременно занимая различные сферы и подчас на определенное время уничтожая или вбирая в себя другие средства коммуникации, посредством чего информация перед человеком предстоит в самых различных амплуах. Лайман Брисон выразил идею того, что технологии – это способы перевода одного знания в другое, иначе технология – это эксплицитность. Получается, то, что мы называем механизацией – это перевод внешней природы и наших внутренних природ в детализированные, специализированные формы. Все средства коммуникации, будучи способными переводить опыт в новые формы, являются метафорами. Например, слова – это сложная система метафор и символов, которые переводят опыт в наши выговариваемые или выносимые вовне чувства, что является ярким примером эксплицитности. Путь к перемещению нашего сознания в компьютерный мир позволит нам программировать сознание с такой мудростью, что его уже не могли привести в оцепенение или отвлечь нарциссов и иллюзии мира развлечений. Далее, в седьмой главе, Уайтхед пояснил, что великим открытием XIX века стало открытие самого метода открытия, суть которого заключалась в том, что вещь, которую нужно изобрести, разрабатывалась в обратном порядке, шаг за шагом, вплоть до того момента, с которого необходимо было начать. Точно так же в искусствах сначала необходимо обозначить искомый эффект, а далее придумывать произведение искусства. Бертран Рассел оповестил, что великим открытием XX века стала техника подвешенного суждения. Она предвосхищает действие и смещает его, прежде чем оно произойдет. За счет этого свойства техника получила широкое применение в психиатрии. Она позволяет отказаться от наркотика и отложить внедрение новой технологии в человеческую душу на неопределенное время. Ганс Салье разработал стрессовую теорию болезни, обратив внимание на недомогание как таковое. Ганс разработал целостный интегральный подход в сфере недомогания, иллюстрируя нам то, что те, кто занимается программным содержанием средств коммуникации, оказываются в позиции врачей, которые игнорируют синдром недомогания как таковой. Далее Маклюин говорит о том, что пока мы продолжаем принимать нарциссовую установку, рассматривая расширение наших тел как нечто реальное. Далее Маклюин говорит о том, что пока мы продолжаем принимать нарциссовую установку, рассматривая расширение наших тел как нечто реально внешнее по отношению к нам и реально от нас независящее, мы будем встречать таким же подскальзыванием на банановой кожуре и коллапсами все технологические вызовы. Таким образом, проведя анализ теоретической части книги Маршалла Маклюина «Понимание медиа. Внешние решения человека», можно выделить основные положения теории медиа. Первое положение гласит о том, что ключевые сдвиги в истории человеческого происходят с появлением новых видов медиа. Вторым важным положением является то, что медиа – это физическое и психическое продолжение человека. Далее, медиа определяет наше ощущение пространства и времени. Быстро распространяющаяся информация с помощью телеграфа, радио или телевидения превращает весь мир в одну глобальную деревню. Каждое новое средство коммуникации взаимодействует с предшествующим, зачастую отрицая и одновременно развивая его. И, наконец, в средствах коммуникации есть сообщение. На этом мой доклад окончен. Спасибо большое за внимание.